И вы, и Виктор Суворов утверждаете, что Сталин хотел напасть на Гитлера и собирался это сделать первым. Конечно. Вы и сейчас это говорите, что Сталин хотел напасть на Гитлера. Конечно же, Советский Союз стремился в гегемонии, по крайней мере, в Европе. Для того, чтобы в этом убедиться, нам не надо искать секретных архивов. Мы просто вспоминаем, что было гимном этой страны. Мы на горе всем буржуям. Это песни. Официальным государственным гимном был интернационал до 1943 года. А что было на гербе? А на гербе был земной шар, на котором был серп и молот, без малейших очертаний границ. А что сидело в Москве? В Москве сидело коминтерн. Ну, что же вам рассказывать? А в Москве сидело коминтерн. Ребята даже не скрывали, даже не скрывали. Мировое правительство в будущем. Ну, как это называлось, как-то там, мировая революция, то все равно стремление к гегемонии было совершенно очевидно. И в 40-м, и в 41-м году там было две серии. Вышел замечательный этот фильм «Великий гражданин». Да-да. Где прототипом был убиенный Киров. А его тогда превращали в советского святого великомученика. И в конце этого фильма, я это видел собственными глазами, вообще интересная история. Вырезали. И то, что висит в интернетах, вырезанная, финальная сцена вырезана. И когда мы делали большой документальный фильм, девушка говорит, ой, этого нету. Я говорю, нет, ищите оригинал, ищите оригинал. Господи, ну, в фонде нашли оригинал, все нормально. Он сейчас тоже в интернетах есть. И в конце этого фильма главный герой, вторым образом который был член, извините меня, кандидат-член подбород Товарищ Киров, говорит, эх, после хорошей войны... Эх, лет через двадцать после хорошей войны выйти да взглянуть на Советский Союз. Республика так из 30-40. Черт его знает, как хорошо. Выйти да взглянуть на Советский Союз, республика из 30-40. Черт возьми, как хорошо. И после этого его убивают злодеи-татисты. Фильм, конечно же, был одобен Сталином, уже на этапе сценария и так далее. Вот, что же касается конкретики, то план Сталина тоже достаточно легко реконструируется из совершенно открытых источников, из их выступлений. Стравить немцев. Устроить большую европейскую войну. И когда участники этой войны измурят друг друга, Красная Армия пройдет по этому пепелищу и везде поставит наш красный флаг. О чем было написано большое количество песен, стихов. И газета «Правда» 31 декабря, уже 40-го, не 39-го, о чем мы говорили, 40-го года. Ну, Суворов еще очень это любит цитировать. Вышел со стихотворением. Я уже плохо помню стихи. И, может быть, к 16 гербам еще гербы прибавятся другие. Это было новогоднее поздравление советским людям. Класс. Обратите внимание, 16 гербов, не 15. Ну, Карелло-Финска. Карелло-Финска. Совершенно верно. Карелло-Финска, которую сделали республикой. Карелло-Финска. 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 Карелло-Финска.